На первом заседании в этом году эксперты рассматривали две жалобы – предпринимателя Оренбурга и администрации Орска. К примеру, агентство недвижимости «Милана» посчитало, что их конкурент ИП Быстрова использовала разработку их идеи при размещении рекламных билбордов в городе. Независимые лица вместе с представителями УФАС оценили смысловую нагрузку и возможные нарушения закона об авторских правах со стороны конкурентов. Для того, чтобы разобраться, на сегодняшний момент у нас проходит правовый анализ данного заявления, действительно ли есть признаки недобросовестной конкуренции, в том числе нарушения законодательства о рекламе, мы предлагаем и выносим этот вопрос на обсуждение. Нет никакой уникальности идеи, она как бы не нова. Если проявить аналогию, то, например, гастрон в конкурсе, когда участвуют в своих лучших сварщиков, рекламируют, так сказать, на варенье даже в бане размещают. Здесь, если в Милане это профессиональные качества осуществляются, доносятся, транслируются до потребителя, то в быстрого недвижимости бюро, то там больше личностное качество. То есть в связи с этим и возникает восприятие как предложение работы. По первому вопросу, это не есть какой-то индивидуальный какой-то продукт, нет копирования каких-то товарных знаков, коммерческих обозначений или что-то еще, и посчитали, что отсутствуют признаки нарушения как действующего законодательства, так и не видят никаких недобросовестных действий со стороны конкурентов. Прости нас, государь. Баннер с этой надписью вызвал общественный резонанс в Орске. Подобный баннер размещался ранее в других городах России – Ростове-на-Дону, Воронежской области, Новосибирске и не только. Баннер в Орске был размещен ИП Косолаповым. Согласно открытым данным, предприниматель является руководителем детской футбольной и хоккейной лиги. В мэрии Орска не поняли, с какой целью размещена конструкция. У членов экспертного совета баннер вызвал больше вопросов, чем ответов. Почему он, как предприниматель, такой имидж разместил, какой посыл у него, как раз на самословая нагрузка. В таком аспекте тоже размещать не нужно, но не тот случай, не те люди, которых нужно так размещать. Не перекликнусь в Даля, времена революции. Считаешь, что данная реклама двигается? Та информация, которая распространяется на территории города Орска, по мнению наших членов экспертного совета, она не имеет отношения ни к рекламе, поскольку отсутствует объект рекламирования, нет его продвижения на рынке. И второе, что все-таки данный посыл, он не влечет каких-то, не направлен на какие-то благотворительные цели, либо что-то там интересы государства. Материалов перед нам администрация города Орска, когда на территории Орска появилась информация на билборде с изображением царской семьи и указанием определенных словосочетаний «Прости нас, государь». По мнению администрации, данная реклама, она не является ни рекламной, точнее информацией не является ни рекламной, ни социальной. На днях УФАС закончит правовой анализ и составит протокол по поводу баннера «Прости нас, государь», учитывая рекомендации экспертного совета. И будет решаться вопрос, будет ли возбуждаться комиссионное дело или нет, ввиду отсутствия нарушения действующего законодательства.